Традиционно 9 мая пилоты региональной федерации спорта, сверхлегкой авиации Московской области совместно с пилотами клуба «Парамотор» совершают полет на территории города Видное с копией флага победы. В этот раз в небо должны были подняться два паралета. На одном из них Федор Шилов в качестве оператора. 9 мая он считает особым праздником. Это самый трепетный день. Ну, наверное, еще когда рождаются дети, тоже трепетный день. Но этот такой целый день напряженный. С одной стороны и праздник, а с другой стороны вот эти вот воспоминания. Начинаю смотреть вот эти все фильмы, ну, вечером обычно. И очень тяжело на сердце, и так тяжко это все слышать, видеть, понимать, насколько трудно было тем людям, которые прожили эту войну, отстояли наше будущее. Спасибо им огромное. Флаг победы должен был пронести над городом пилот-инструктор, президент региональной федерации спорта, сверхлегкой авиации Московской области Василий Диченко. Он первым поднялся в небо и распустил флаг. Затем стартовал второй паралет. Вскоре два паралета начали движение в сторону Видного. Полет заранее был утвержден Московским зональным центром. Связь с диспетчерским пунктом постоянная. Видновчане снимали пролет с флагом с земли. Высота, как и положено, порядка 300 метров. Но позже пилоты рассказывали. Им было видно, как люди махали снизу. Подобные полеты прошли и в других муниципалитетах области. Так, в деревне Турово городского округа Серпухов сразу семь паралетов поднялись в небо с российским триколором 9 на 14 метров и 75-метровой георгиевской лентой. Тем самым спортсмены клуба сверхлегкой авиации «Игра гравитации» провели авиапарад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. А полет винновских авиаторов завершился благополучно. В каждой семье есть погибшие. У меня также мой дед воевал и погиб под Краснодаром в 42-м году. Знамя победы мы поднимаем именно в честь наших героев, дедов, родителей. У меня отец ветеран войны, 90 лет. То есть фактически и он был участником трудового фронта. Соответственно, вот в честь их мы фактически отдаем такую дань уважения. Но для самого Василия Диченко стало приятным сюрпризом в этот день награждение медалью в честь 90-летия Ленинского района. Желаю здоровья, крепкого, ну и самое главное, посадки хорошей. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Желаю, фабилы!